Эрдоган летит к Путину за спасением или чтобы он ему надрал уши Политика Международное положение 17 октября 2049 Эрдоган летит к Путину за спасением или чтобы он ему надрал уши Противоречия с США вынуждают Турцию сближаться с Москвой Анна Седова Комментарии в просмотрах 6288 Фото ТАСС Материал комментируют Станислав Тарасов Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 22 октября Об этом сообщила администрация турецкого лидера 16 октября Как сообщал ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров В ходе визита будет обсуждаться ситуация в Сирии Днем ранее состоялся телефонный разговор Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пейского Обсуждалась также ситуация в Сирии Напомним, что 9 октября Эрдоган объявил о начале операции Источник мира на севере Сирии Направленной против запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана И террористической группировки Исламское государство Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас-Эляйн И ряду других городов на границе двух стран Позднее было объявлено о начале наземной части операции Однако Вашингтон операцию Турции не поддержал и призвал прекратить боевые действия Более того, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции В черный список внесены турецкие министерства энергетики и Минобороны Под ограничение также попали три должностных лица Кроме того, СМИ сообщили, что в день начала турецкой операции Трамп направил своему турецкому коллеге письмо В котором призывал того не валять дурака и не подводить весь мир Эрдоган же якобы выбросил это письмо в мусорный бак Читайте также Гонконг снимает маски Чужакам не позволим совать нос В наше дело демонстрантам придется показать лицо спустя пять месяцев беспорядков На этом фоне турецкий лидер даже допустил Что его запланированный на ноябрь визит в США может не состояться Зато с российской поездкой проблем нет Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива И скорее всего, визит состоится Что касается моего визита в США То мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией Которая сюда приедет Потому что дискуссии, которые ведутся в Конгрессе Касающиеся лично меня, моей семьи, моих коллег-министров Являются большим неуважением к Турецкой Республике Сказал Эрдоган журналистам Граждане Турции тоже активно гадают в соцсетях об истинной цели визита своего президента в Москву Есть предположение, что Путин надерет Эрдогану уши А кто-то уверен, что президент России после визита в УАЭ готовит заговор против Анькары Другие уверены, что Эрдоган очень дорог к Кремлю А что на самом деле? Политолог, востоковец Станислав Тарасов рассказал СП Что президент Турции сейчас оказался в крайне сложной ситуации Поэтому ему приходится рассчитывать на Россию Которая может помочь в решении его многочисленных проблем Вопрос в том, что получит от этого сама Москва То, что в операции Эрдогана на севере Сирии не все пошло так, как он планировал Стало ясно буквально через несколько дней после ее начала Турция проводила политику двойных стандартов Разыгрывала свою карту в отношениях и с Вашингтоном, и с Москвой СП, в каком смысле? Буквально недавно состоялась личная встреча трех президентов Путина Эрдогана и Рухани И они вроде бы договорились по проблеме и либо Но Эрдоган не сумел объединить этот процесс со своими отношениями с американцами в формате международной коалиции Это отдельный сюжет, где он договаривался с США о создании так называемой зоны безопасности Американцы предупреждали турецкого лидера, что не нужно лезть на север Сирии Однако он почувствовал, что наступил подходящий момент и начал разворачивать боевые действия После чего натолкнулся на самый неприятный для себя сюрприз, точнее, даже несколько СП, о чем идет речь? Первое это то, что сирийские курды переметнулись на сторону Дамаска Они объявили Турцию общим оккупантом Таким образом, учитывая наши отношения в Астанинской тройке и то, что Россия и Иран активно поддерживают Дамаск Это удар по самой тройке и этому переговорному формату Второе, Эрдогану не удалось договориться с американцами Сначала Трамп вроде бы обещал оказать поддержку, но ставка на него оказалась неудачной Турецкой дипломатии не удалось просчитать все ходы, и против Анькары были введены санкции Сегодня в Турции находится большая американская делегация во главе с вице-президентом Майклом Пенсом Они предлагают провести переговоры и подписать мирное соглашение Но Эрдоган заявляет, что никогда не пойдет на переговоры с террористами Возникает вопрос, кого именно он имеет в виду под террористами? Ответ простой сирийских курдов Получается, что американцы загнали Эрдогана в ловушку Вынуждая его подписать перемирие с курдами в связи с этой зоной безопасности Что сделает его отцом курдского проекта на территории Сирии Еще один важный момент в том, что Эрдоган недооценил возможности российско-американского сотрудничества в Сирии Обратите внимание, что американцы покинули Монбич под прикрытием России Они выходят на юг под прикрытием российских ВКС Потому что одно дело публичная риторика, а другое практика Кроме того, в проекте Конституции Сирии тоже предусмотрена возможность предоставления автономии сирийским курдам Вот и получается, что вдруг неожиданно Москва и Вашингтон по разным причинам выступали против проведения Турции операции на севере Сирии Эрдогану в связи с этим некуда деваться Он позвонил в Москву, и Владимир Путин пригласил его на переговоры Точная дата неизвестна, но важна, что Эрдоган появится в Москве уже после проведения серии переговоров с Пенсом, Помпео и другими представителями США Сначала он выслушает их, а потом приедет на доклад к Путину СП, на что мы можем рассчитывать в этих переговорах? Как в этой ситуации будет решать проблему Москва, удастся ли и на сей раз спасти Эрдогана сказать сложно Но мы должны четко понять, что как и Запад, мы не хотим терять Турцию Мы понимаем, что есть чувствительные вопросы, связанные с проблемами ее безопасности Актуализация курдского вопроса приобретает международный характер и угрожает территориальной целостности Турции, может привести к ее федерализации В Ираке автономия уже существует, в Сирии потенциально возникает, и следующими на очереди могут оказаться районы Турции с компактным проживанием курдов Это очень сложная ситуация, пожалуй, впервые в новейшей истории Анкар оказалась в таком непростом положении Всего этого Эрдоган мог бы избежать, но он сам допустил ошибки СП, какие? Москва и Тегеран предлагали Эрдогану выйти на Аданское соглашение 1998 года, которое было в свое время подписано с Дамаском и предусматривало совместную борьбу с терроризмом Если бы он послушал совета Москвы, вышел на контакт с осадом и договорился о проведении совместной операции А Сирия тоже не очень-то хочет, чтобы курды получили серьезную автономию, расклад сил был бы совершенно иным А сейчас все фигуры расставлены, и Эрдоган только в своей внутренней политике заявляет, что он главный игрок На деле же он второстепенная фигура, которая, к тому же, попала в психологическую ловушку СП, что вы имеете в виду? Эрдоган считает себя великим политиком, он действительно хорош, нужно отдать ему должное Он общается на равных с первыми лицами государств Владимиром Путиным, Си Цзиньпином Но президент США Дональд Трамп так и не посетил Турцию, несмотря на многочисленные приглашения Эрдоган уже несколько раз встречался с Трампом, но только в США, на его территории В середине ноября планируется очередной визит турецкого лидера в США Что называется, на поклон Криму Турки видят, что их президент на равных говорит с Москвой и Пекином, а тут приходится ехать в Вашингтонский обком и докладывать о проделанной работе Это очень сильно бьет по психике Турции СП, почему тогда Анкара не пойдет на открытую конфронтацию с США, не начнет рвать эти связи Несмотря ни на что, турецкая экономика интегрирована с западной На торгово-экономические отношения с Европой приходится около 65% товарооборота И дело не только в экономике Турция не хочет рвать отношения с Западом и Америкой Она не хочет выходить из НАТО То, что Анкара вступает в альянс с Москвой, еще не значит, что она будет проводить пророссийскую политику Есть глубокие исторические корни, которые позволяют делать такие выводы То, что Россия, Иран и Турция вступили в альянс на сирийском направлении уже само по себе беспрецедентно Хотя и в нем периодически возникают трещины, которые нужно цементировать Но это уже работа нашей дипломатии, которая достаточно успешно с этим справляется Президент также показывает свое дипломатическое искусство Что дает повод надеяться, что мы сумеем договориться с турками Не унижая их и не подрывая авторитет Эрдогана А как на Турцию влияют такие истории, как письмо Трампа с требованием не валять дурака Это постмодерна американской политики, так называемая твиттерная дипломатия Если тут же Эрдоган что-то напишет в Твиттере, вздрогнут 2-3 государства Если в Твиттере напишет Трамп, вздрогнут все Трамп ведет себя так, как он хочет Если раньше американские президенты прикрывались какими-то доктринами С солидарностью, то сейчас он нагло и открыто обозначает свои интересы Посылая солдат в Саудовскую Аравию, Трамп прямо говорит, что саудиты должны платить И просто так защищать их никто больше не будет То же самое из Турции США продают им оружие, чтобы защищаться от противников Но здесь логично задать вопрос, а кто является потенциальными противниками Турции С исторической точки зрения Иран и Россия Но практически эти страны противниками Турции сейчас не являются Саудовская Аравия, как и весь арабский мир, ненавидит Турцию по историческим причинам, но воевать с ней не собирается Как и Израиль, и Европа Получается, эта покупка вооружения у американцев это некие символические жесты Которые ставят под вопрос многие элементы политики Эрдогана СП, так можно ли говорить о нашем альянсе с Турцией? Мы должны трезво оценивать ситуацию Да, с одной стороны нашим президентам удалось совершить исторический прорыв и открыть две страны друг для друга Процесс был сложным Сбитый самолет, убийство нашего посла Любой из этих поводов мог стать Но мы не пошли на это Мы пытаемся сохранить Турцию, где у нас и экономические проекты вроде строительства атомной электростанции Аку И турецкий поток Пожалуй, мы сегодня единственное государство, которое мечтает, чтобы Турция сохранила территориальную целостность и осталась сильным региональным игроком Но при этом не сильно строптивым и предсказуемым Пока у нас это получается, и Эрдоган это понимает Факт в том, что Путин ни в чем не предал Эрдогана Да и Эрдоган, в целом, держит свое слово Американцы развлекаются, унижая русских с молчаливого согласия Кремля Блогер Андрей Раевский об особенностях российского киднипинга и слабой власти РФ Но вот все действия, которые турецкий президент осуществляет в самостоятельном тренде, ошибочны Не случайно турецкие СМИ полны комментариев о том, что Анкары проводят ошибочную политику на сирийском направлении Хотите не хотите, Турцию вовлекли в войну Фактически, она воюет на трех фронтах в Ираке с курдами, в Сирии А также у них есть элементы гражданской войны внутри самой Турции Еще пять лет назад говорили они о османизме и возрождении Османской империи А сейчас они пытаются сохранить свою территориальную целостность Запад активно поддерживал Эрдогана, когда он дрейфовал от кемализма в сторону исламизма А потом они вдруг резко стали называть его оппортунистом и критиковать за несоблюдение прав человека Тем самым они сократили ему пространство для маневра Потом Турции окончательно отказали в приеме в ЕС Хотя и так было ясно, что Европа не готова принять в свой состав 80-миллионную исламскую нацию Но терять партнера они не хотели, поэтому держали его на длинном поводке Для Турции, в свою очередь, это проблема идентичности Кемалистская Турция вся воспитана на западных ценностях Они готовы сотрудничать с Москвой чисто по тактическим соображениям Стратегически они смотрят на Запад Как и Эрдоган, но он хотел бы, чтобы Запад говорил с ним на равных Но на равных с ним говорят только на Востоке Посмотрим, как Эрдоган будет выбираться из-за всей этой ситуации Новости мира Трамп обвинил спикера Палаты представителей в истерике Террористическая организация ИГИЛ Запрещена в России решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова